Музыка Ну что ж, друзья, мы продолжим нашу экскурсию по ночному биону. Вот сейчас мы пойдем в лабораторию Суроклятусами, не только ими, там еще масса интересных ночных иконов. Вот, дальше уже будет проводить наша руководительница этого отдела Анастасия. Вот, так что, надеюсь, вам будет интересно. Настя, вперед, показывай людям. Так, ну здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы вам хотим показать лаборатории, которые посвящены нашему, можно сказать, под отделу древесных иконов. В этой лаборатории у нас находятся уроплятусы Хенкеля. И Гекуаны мне Рагека Чахо. Если вы днем на Мадагаскаре будете искать представителей данного рода, то, скорее всего, вы их не увидите, так как они прекрасно мимикрируют. Данные животные своей структурой тела, своими формами тела, бахромой, которая находится по периметру, собственно говоря, их тела, очень хорошо сливаются с деревьями, корой и некоторые даже с опавшими листьями. Вот буквально вчера эта самка сделала первую кладку в этом сезоне. Сегодня мы уже можем наблюдать их спаривание. Представители данного вида обычно спариваются на следующую ночь или буквально в течение первых трех ночей после того, как сделали кладку. А здесь сверху у нас находятся гекконы вида уроплятус линиатус. Это мои любимые животные вообще на Бионе. Я очень давно мечтала с ними поработать. Обратите внимание на цвет их глаз. Вот если вы будете смотреть на их глаза в дневное время, то они будут совершенно песочные, неяркие, будут сливаться с окрасом их тела. И вот сейчас, когда выключилась свет, у них началась, можно сказать, яркая жизнь, глаза приобрели очень яркий оранжевый-красный оттенок. А сейчас мы находимся в лаборатории, которая также посвящена листохвостым мадагаскарским гекконам. Они намного меньше, чем гекконы, которых мы видели с вами до этого. Здесь находятся такие виды, как уроплятус фантастикус, уроплятус ибина и уроплятус пичмени. У них как раз закончился сезон зимовки, и они вошли в сезон размножения. Сейчас мы с вами посмотрим, возможно, нам даже удастся увидеть спаривание, которое происходит у них. Днем эти гекконы вида уроплятус фантастикус имитируют опавшие листья. В своей естественной среде обитания они лежат в подстилке возле кустов, под фикусами бенджамина. И если вы посмотрите на их хвостики, то они очень сильно напоминают засохшие листочки. Я вот уже подозреваю, какие из наших пар могут сегодня спариваться. Здесь где-то у нас сидела самочка, которая с утра сделала кладку. И я предполагаю, что примерно в это время мы можем застать процесс спаривания. По нашим наблюдениям, основной период спаривания у уроплятуса фантастикусов происходит в первый день после того, как самка сделала кладку. Однако иногда мы наблюдаем спаривание даже спустя 5 дней после откладывания яиц. Субтитры подогнал «Симон» Мы хотим продемонстрировать вам двух гекконов, которые относятся к одному роду. Один из них это самый крупный геккон этого рода, уроплятус гигантеус. Он достигает до 30 сантиметров длины. И для сравнения с ним мы бы хотели вам показать самый мелкий вид представителей этого рода. Это уроплятус эбинауи. Два геккона, которые принадлежат одному роду. Один из них самый крупный, второй из них самый мелкий. Посмотрите на разницу между ними. Вот здесь у нас находится уроплятус эсамити. Наш бридинговый проект, который мы успешно разводим уже на протяжении многих лет. Сейчас вы можете посмотреть на всю красоту этих удивительных животных. Они, кстати, тоже спариваются. На данный момент эта самочка находится в достаточно активном расположении духа. Если мы посмотрим, как они выглядят в дневное время суток, то вы, скорее всего, не сможете отличить их от обычного лишайника. Первое время, когда к нам приходят новые сотрудники, и они убирают в террариумах, губкой попытаются оттереть самити и сикор от ветки, полагая, что это обычный лишайник. Если вы будете долго смотреть на этот лишайник, то, возможно, в какой-то момент этот лишайник посмотрит на вас. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравились видео о ночных прогулках по Бион Террариум Центру. Если вы хотите от нас больше качественного контента, больше видео о том, какие интересные и редкие виды рептилий мы разводим на территории Бион Террариум Центра, и не только, подписывайтесь на наши странички в Фейсбуке и Инстаграме, на наш Ютуб-канал и регулярно посещайте наш сайт. Мы будем рады работать для вас и делать для вас больше интересного контента. Всего вам хорошего и берегите себя. Да. Да. Субтитры подогнал «Симон»